Самого доброго утра, в самой позитивной стране Европейского Союза. И сегодня с утренними эфирами Владимир и, как обычно, под крепкое кофе, немного вас развлеку. Отставка госсекретаря министра обороны. Янис Гаррисон идет в отставку. Это тот самый Янис, помните, закупку на 220 миллионов евро. И вот теперь самое важное, потому что то, что я говорю, вы можете прочитать сегодня, вот сейчас, в утреннем Делфо. Делфи. И вы просто читаете и просто офигеваете. А когда вы дочитаете то, что я сейчас дочитаю до конца, вы поймете на самом деле, что происходит в Латвии. Вот давайте просто прочитаем утренние новости. Не какая-либо пропаганда о Кремле, а утренние новости Латвии. Значит, он говорит, оценивая свою работу за 8 лет, проведенных в этой должности, он отметил, что главной его целью была поставка необходимости возможностей самообороны для Латвии. 8 лет он делал то же самое. 8 лет. Не то, что его взяли, и он ошибся там на 220 миллионов, а это происходило на протяжении 8 лет. Он утверждает, что за эти 8 лет очень многое было достигнуто в ходе внутренних реформ по упрощению, повышению прозрачности процессов. Насколько я понимаю, что все военные бюджеты, они тупо заблокированы, они засекречены. О какой прозрачности может быть речь, когда речь идет о узком круге людей. Одна из наших основных задач – это обеспечить Латвию боеприпасами. Тогда простите, какого хера вы пиздите оттуда просто вагонами, если ваша задача – укрепление нашей безопасности. Вот теперь буду просто дословно читать, потому что Рыбалтика начнет меня блокировать. Я просто читаю Делфи. Закупка с продовольствием для армейских нужд на 220 миллионов евро. Эту сумму в 220 миллионов евро госсекретарь, который занимается закупками. Сумма 220 миллионов евро, но он говорит, в тот момент, когда договор нужно было заключать на 220 миллионов, кто-то решил, что этого делать не нужно. У меня нет магического шара, мы не можем проследить за каждой закупкой, которых в год 200. То есть, понимаешь, чувачок занимается своим делом, просиживает в кресле, и он не может проследить закупку в 200 миллионов. Ну, херня какая-то. А 200 миллионов туда, 200 миллионов сюда. За всеми же не уследишь. А кто у нас тогда следит за закупками? Кто у нас тогда это проверяет? Если 220 миллионов подписали, не глядя, не проверяя. Это как это вообще? Это можно назвать безопасностью страны, ребят? То есть, я напомню, что это все засекречено, открытой информации нет. Но мы же понимаем, что когда кто-то получил доступ к этим закупкам, они поняли, что там плюс-минус 100 миллионов примерно. Рыбалтика примерно. Никто не знает, это военная закупка. Но даже если бы там была одна тысяча евро, а не 100 миллионов, и хотели украть из государственного бюджета. То есть, вы понимаете, что у нас впереди агрессия с Россией, которая на нас нападет, нам надо обороняться. И вот оттуда пиздится просто плюс-минус 100 миллионов. И парень, которого поймали за руку, он говорит, а я за всем уследить не могу, у нас таких вот 200 закупок. А сколько же там было спизжено там, где не поймали? Просто одну сделку, в которой поймали, соточка туда-сюда миллионов бегает. А сколько же в остальных сделках? Разве не нужно было моментально провести расследование по всем сделкам и отдать на отчет в САИМ, чтобы все депутаты, и оппозиционные, и неоппозиционные, или там, которые имеют гостайну, чтобы они проверили все остальные 200 сделок. Потому что нам рассказывают про многомиллиардные долги. Я понимаю, что если Латвия взяла столько миллиардов в долг, а мы как были самой бедной страной, так и были, то эти деньги кто-то спиздил. Там других вариантов просто невозможно. Ловит чувака за руку, он говорит, а я все отследить не могу, я просто тупо сижу и подписываю. А когда этого мудака, мэра Риги, Стакиса, мистера Столбика, вышвыривали, он же тоже сказал, мне тоже приносят документы, я их тупо подписываю, ни хера не понимаю. Не чувствуете связь? Стакис просто подписывает документы, говорит, я не понимаю, что мне приносят. Этот чувачок, ему суют документы, говорит, я не понимаю, 200 миллионов, 200, 300, 300, я не понимаю. Вы понимаете, уровень компетенции людей, которые сидят в управлении у нас. То есть это официальные новости, в которых ты читаешь, что ответственные люди ни хера не понимают, за что они подписываются. Миллионы уходят, они не понимают, за что они подписываются. Ну и разумеется, чтобы хоть как-то расфоршмачить эту статью, они там добавляют агрессию Украины, России, б-б-б-б-б-б-б, вот этого говна на вентилятор закидывают, чтобы человек вообще запутался, просто запутался. А суть-то здесь в чем? Что у нас в управлении есть некомпетентные люди, которые расходуют не по назначению, и для этого даже не нужно никаких расследований проводить. Мы видим, сколько миллиардов здесь взято. Для сравнения, за время правления Саскани было 10 миллиардов вложено в Ригу. Выйди на эти улицы, посмотрите на эти мосты. И для сравнения, зайди в интернет город Батуми. 6 миллиардов за такой же самый срок. Там небоскребы, стоэтажки выросли, понимаешь? Небоскребы, стоэтажки. Туда весь мир сейчас ездит отдыхать. Там сам Трамп построил свой небоскреб, потому что когда увидел, как развивается Батуми, мы туда из Латвии ездим отдыхать. И бюджет на 4 миллиарда меньше в Риге. Ни один мост не отремонтирован, все дороги расхерячены, все фасады зданий убиты. Надо быть идиотом, чтобы понимать, что деньги не были спизжены. По-другому не бывает. Если сюда пришло столько миллиардов, они должны были здесь где-то осесть. Их должны были где-то здесь увидеть. У нас только одна библиотека. На что мы можем посмотреть? Все, больше ничего. Все остальное построил частный сектор за свои деньги. Это не госденьги, не эти самые миллиарды. Когда мы ловим за жопу чиновников, они нам что говорят? Там 200 сделок, по 200 миллионов. Блин, да и все не проверишь. Я тут не виноват. Вернемся к следующему. Что у нас господин президент, мудрейший человек наш, да? И сдал указ о том, что сейчас за шпионство по отношению к нашей стране, пожизненное. Этот закон, вот он, он уже есть. Почему? Потому что прямая угроза нашей страны. Если кто-то сейчас будет шпионить на Россию, то наша страна под угрозой. Окей. А если кто-то пиздит деньги из обороны моей страны, наша страна не является в этом случае под угрозой. Господин президент, так вы поставьте запятую и напишите, если кто-то занимается шпионством по отношению к другой стране, ну, к России, да? И замешан в коррупции все саймовские депутаты и хотя бы главы самоуправления, им грозит срок пожизненного заключения с полной конфискацией. Вот поставь эту запятую, сразу половина депутатов исчезнет. Сразу у таких вот людей некомпетентных станет меньше. У этой страны, ну, хоть какой-то шанс для развития появится. Потому что если мы ничего не будем делать и останемся в таком же состоянии, ребята, нам не надо будет ждать никакого агрессора. Нам еще взять в долг 6 миллиардов, и эта страна никогда не сможет пократить эти долги. Однако это не отменяет тот факт, что Латвия самая позитивная страна Европейского Союза, и живут здесь только добрые люди. Конечно же, есть у нас свои какие-то проблемы, но ведь мы их решим, правда же? Всем добра и позитива. С вами был Владимир с утренними эфирами. Всем пока.